Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азадж Маханов. С вами Азадж Маханов. Все они изолированы. Проводится эпидемиологическое исследование. Больной госпитализирован в инфекционное отделение межрайоны многопрофильной больницы Панфиловского района. Затем переведен в районную больницу села Щелек Ембекши-Казахского района. Также на карантин закрыт теперь и поселок Заречный. В Капшигайском регионе зарегистрировано 13 случаев заболевания. А всего по области уже 135 заболевших коронавирусной инфекцией. Почти в три раза снизилось количество преступлений в Алматинской области с начала текущего года. Более 30% из них особо тяжкие преступления. Стражи порядка отмечают большинство правонарушений на данном этапе, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя. Сейчас работа облюстителей закона направлена на борьбу с пьянством. Результаты их активной работы стали 53 человека, направленные в лечебный центр с алкогольной независимостью. С начала года по всем позициям снизилось количество совершенных преступлений в Алматинской области. В общественных местах предприняты строгие меры безопасности и профилактики. В отчетном периоде зафиксировано более 2500 фактов нахождения в общественных местах в пьяном виде. С помощью данных мер удалось снизить количество преступлений по этой категории на 18,6%. Изоляция, введенная в целях защиты, породила новые риски. По сведениям сотрудников Департамента полиции Алматинской области, за период объявления карантина зарегистрировано почти 120 случаев бытового насилия и выдано свыше 350 защитных предписаний. Об этом и о том, куда можно обратиться за помощью, рассказали в ходе онлайн-конференции на площадке антикорд-центра. По словам специалистов, если человек получил травму, ему следует незамедлительно позвонить в 102 или в специальный кризисный центр по номеру 1301. В данной организации жертвы насилия могут получить не только консультацию, но и временную крышу над головой. Следует отметить, с начала периода карантина 4 матери и 8 детей нашли приют в Центре социального обслуживания жертв насилия семье. Звонит на 1301, на горячую линию. После того мы консультируем юридические услуги, психологические услуги оказываем. После того вызываем инспектора правоохранительных органов, которые занимаются пожертвами бытового насилия. Вместе с комиссионом мы принимаем решение. Если является жертвой бытового насилия, тогда мы проводим специальные мероприятия. Чтобы принять данную гражданку к себе в Центр для получения всех социальных услуг. Их руками ковалась Великая Победа. В преддверии 75-й годовщины Победы мы расскажем о том страшном и героическом времени устами тех, кто с собственными руками добывал Великую Победу, прежде всего для каждого из нас, ради нашего светлого будущего. Герой нашего следующего сюжета Николай Огнев, который в составе почти 11 тысяч жетосудцев 18 лет отправился на фронт. В 1942 году тогда еще юного Николая Огнева призвали в ряды советской армии. Только окончив военное училище, он отправляется на фронт на Курскую дугу. Воевал в составе 233-й стрелковой дивизии Степного фронта. В том же году в августе был тяжело ранен, но вера в победу и любовь к родине помогли молодому солдату встретить Великую Победу в 45-м году. За особые заслуги перед отчизной Николай Огнев награжден Орденом Отечественной войны первой степени и различными медалями за боевые заслуги. Как и многие другие ветераны, вспоминать военные годы Николай Огнев не любит. Куда приятнее поделиться радостью незабываемого дня победы. Когда объявили о капитуляции Германии, признается он, увидеться с семьей и встретиться с родными в некоторые моменты казалось уже невозможным. Но упорство и героизм солдата позволили ему вернуться на малую родину в Коксусский район. Сейчас он живет с дочерью и, несмотря на свой преклонный возраст 95 лет, Николай Огнев в здравом уме. В свободное время читает книги и любит пообщаться со внуками. В командование, когда отправляло документы, кто ранен, кто погиб, ему сказали, что он погиб. Пришла похоронка, сестры вскрыли от родителей, что он погиб. Не верилось, писали очень много везде. В Самарканд. И вот там он, в этот госпиталь, туда был эвакуирован госпиталь из Ленинграда. Хорошие врачи были, в общем, и выходили его. Но не сразу ему тяжело было. Потом написали уже домой письмо, что он жив, здоров. И тогда уже сестры родителям рассказали. Приехал, конечно, он с ранением, тяжело было ему. К сожалению, с каждым годом ряды ветеранов редеют. 75-ю годовщину Великой Победы в этом году в Алматинской области встречают 64 бойца четырехлетней войны. Азаджи Маханов, Рахат Рахимжанов, телекомпания ЖТСО, Куксусский район. Несмотря на режим карантина, работы в сельском хозяйстве не останавливались ни на минутку. Такому решению посодействовал глава края Амандык Баталов. Понимая, что аграрный сектор кормящий, Акимобласе принял все необходимые меры для поддержания жизнедеятельности сельхозсферы. Кипит работа в этом направлении и в Кигенском районе. Здесь планируется засеять 7100 гектаров посевных земель, что на 500 больше, чем в прошлом году. Крестьянское хозяйство Мадии завершает период посева и чменя на 80 гектарах земли. Страх не закончить посевную кампанию был. Но все обошлось для фермеров благоприятно. Более того, хозяйство опережает прошлогодний график посева на целую неделю. Этому поспособствовала и хорошая погода, и отсутствие барьеров в процессе работы, делится у Розала Умаров. Зимой у нас в Каркаре снега много. Поэтому земля плодородная и ожидаем хороший урожай. После зерновых будем сеять картофель. Через Каза Агрофинанс закупил 4 новых трактора. Техника в достатке, государство помогает. За текущий сезон крестьяне Кигинского района намерены освоить 7100 гектаров посевных земель. Из них 4,5 тысячи зерновых культур. 2600 гектаров картофеля и оставшиеся 300 отвели под овощи и фрукты. Доступны и цены на дизельное топливо. 165 тенге за литр. Также в этом году ряды сельхозтехники пополнились 10 современными единицами. Руководство области сделало все возможное, чтобы не возникало трудностей у фермеров, говорят ответственные лица. В этом году, несмотря на пандемию коронавируса, сельхозтоваропроизводители работают в полную силу. Мы оказываем всяческую помощь. Есть субсидии, налажены поставки топлива, техника доступна под лизинг, спрос на продукцию высок. В первую неделю мая начинается посев картофеля. Фермеры района преследуют грандиозные цели. Превратить местное картофелеводство в бренд, узнаваемый по всему СНГ. И все предпосылки для достижения поставленной задачи есть. Тому подтверждение – слаженная работа государства и аграрьев. Елеман Раимбеков, Курмажан Касанджанл, Амажал Жункишев, Телеканал Рецу. Это вся информация к этому часу. Встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова